Всем привет! В нашем мире существует множество красивых интересных мест, в которых хотелось бы побывать. Однако планета невероятно большая, жизнь человека кратка. Так как же выбрать из тысяч достопримечательностей те, которые обязательно стоит увидеть своими глазами? Что ж, не переживайте, ведь специально для вас мы запустили телеграм-канал Мирозор за гранью обыденности. Подписывайтесь на канал и увидите много интересного и познавательного контента. Озеро Брайс, Италия. Озеро такой же невероятной красоты, как Луиз, есть и поближе. В Италии, у подножья величественной скалы Кродо-дель-Бекка, расположено оно на высоте 1496 метров над уровнем моря. Его глубина составляет 36 метров. История его появления переплетается с мифами и легендами. Некогда в долине Брайс проживали люди, которые охраняли горное золото. Но однажды к ним на территорию пожаловали пастухи, которые, обнаружив большое количество золота, начали завидовать и решили получить больше ценного металла, чем им подарили местные жители. Дабы спасти свои сокровища, жители селения раскопали подземные источники, в результате чего долина была затоплена. А блеск озера ничто иное, как блеск местного золота. Подвесные мосты Канопии, Барнео. Задача подвесных мостов осуществлять транспортировку людей с одного конца на другой. На острове Барнео тоже есть такой мост. Сам островок Барнео разделяет три стороны Индонезия, Бруней и Малайзия. Мост Канопии выполняет не только свою практическую функцию, но и эстетическую и является местной достопримечательностью. Он же некая смотровая площадка в парке. Длина мостов составляет 300 метров, максимальная высота 40 метров. Несмотря на то, что при входе в парк вы обнаружили табличку с не самым позитивным посланием. Идти дальше – ваш личный риск. Подвесные мосты являются довольно безопасными. Пещеры Вайтома, Новая Зеландия. Здесь же расположены пещеры светлячков. Все они включены в список 101 обязательных к посещению достопримечательности Новой Зеландии и занимают там 14 место. Проплывая под тысячами светлячков, создается впечатление, что вы нашли звездное небо в пещере. Когда-то давно на этом месте господствовал океан. Постепенно вода уходила и оставила причудливые наросты известняка, благодаря чему и образовались пещеры. По версии некоторых ученых, светлячки в пещере светятся от голода, и чем сильнее этот голод, тем сильнее они светятся. Озеро Флетхед, США. Это большое пресноводное озеро расположено в штате Монтана, одно из самых чистых озер в мире. Вода настолько прозрачна, что кажется, будто озеро не глубокое, но на самом деле его глубина может достигать 113 метров. Озеро популярно среди рыболовов, так как здесь всегда хорошо видно форель и окуня. На территории озера обитают дикие звери, бараны и олени, а также белоголовый орлан, являющийся символом Америки. Название озера можно дословно перевести как плоскоголовый. Когда-то давно на территории озера проживали народы, которые плохо друг друга понимали. Однажды здесь появились бледнолицые торговцы, которые узнали, что индейцы называют людей с соседнего племени остроголовые, так как с раннего детства они носили узкие шапочки, ношения которых впоследствии деформировали головы и череп становился острым. На фоне остроголовых другие народы звали себя плоскоголовыми. Торговцы, особо не вникая в суть, решили назвать озеро именно так. Гранд Каньон, США. Большой или Великий Каньон, одно из природных чудес света. Длина его составляет 446 километров. Он отчетливо виден с орбиты невооруженным глазом. На его территории и по сей день проживает племя североамериканских индейцев Хавасупай, чье название переводится как «Люди с синезеленой воды». Сам каньон начал свое формирование 5-6 миллионов лет назад. Люди живут здесь около 3000 лет. Но местные виды с тех пор почти не изменились, а значит посетители Гранд Каньона могут наблюдать абсолютно те же пейзажи. Большой каньон привлекает внимание самых разных людей. Так, в 2013 году американский канатоходец Ник Валэнда перешел Гранд Каньон по натянутому канату без страховки и попал в Книгу рекордов Гиннеса. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...